Всем привет, друзья! Ну что, мы в Питере, но так получилось, что зилок-то наш остался на севере. Все подробности о том, как это произошло, вы узнаете в следующей заключительной серии с нашей поездки. Но вы знаете, сейчас прошла всего неделя с того момента, как мы вернулись, а тоска уже одолевает по тем местам, по той атмосфере, по зилу. И чтобы совсем, как говорится, не пригорюнить, я включаю онлайн-экшен с боевыми машинами, который называется Crossout. Crossout получил безумное обновление Doomsday Cards. Теперь еще больше огня, взрывов и разрушений. Прокачивай батл пасс и получай новые уникальные детали, чтобы собрать свою тачку. Теперь всем игрокам доступен новый гараж. Испытай десятки орудий уничтожения. Пулеметы, плазмоганы, бензопилы, огнеметы, ловушки и многое другое. Побеждай в битвах и выполняй задания, чтобы зарабатывать ресурсы. Используй найденные запчасти, чтобы улучшать машину и создавать абсолютно новую адскую маршрутку. Сражения против других игроков, битвы с боссами, сюжетный режим и даже королевская битва. Выбирай, что хочешь и врывайся в ярусную войну за контроль над пустошами. Создай в гараже уникальный стиль. Покрась кузов, нацепи пару черепов и уточку, чтобы все боялись. Воткни в крышу машины флаг, пусть все знают, как выглядит настоящая легенда. Качай Crossout абсолютно бесплатно именно по нашим ссылочкам в описании под этим видео и получай крутые бонусы для побед. Ну а мы переходим к просмотру наших приключений. Друзья, эффектного появления сегодня не будет, ну как вы привыкли. Почему? Потому что сам вид и сам факт наличия зела на фоне всех этих видов, мне кажется, это уже слишком эффектное появление, чтобы что-то тут как-то изображать. Короче говоря, я рад вас приветствовать на серии одной из нашей поездки. Сегодня мы направляемся на рыбачьи. Нам осталось где-то километров 50, потом еще 70 километров погрунтовки. И мы увидим, что такое край земли. Наша цель, конечно, добраться до крайней северной материковой точки России с помощью вот этой вот машины. Наши друзья следуют на полноприводном микроавтобусе. За нами скоро они нас догонят. Ну и, в общем-то, присаживайтесь поудобнее, заваривайте, что надо, и присоединяйтесь к нашему путешествию. Продвигаемся все ближе в сторону рыбачьего. Очень серьезный рельеф. На подъемах часто вторая, третья передача. Буквально ползем. Заправили все канистры, оба бака. Задача максимально экономить топливо, потому что пробеги большие. И на въезде уже на полуострова, там уже пойдут моточасы. Кстати, кому интересно, по трассе мы посчитали средний расход 35 литров. Со скоростью 55-50 километров в час. Вот, но на рыбачьем нам, в принципе, понадобится то, что последняя заправка в Мурманске. 100, по-моему, 50 километров до рыбачьего. И там нам еще предстоит достаточно большой пробег. Имеет смысл спустить колеса, чтобы поддерживать среднюю скорость, чтобы не тащиться и не тратить на рагоценный бензин. Что касается природы, если в Карелии мы любой вот участочек такой бы увидели, мы бы вот с такими глазами. Так это здорово, так рядом с Питером. А вот по приезду сюда уже, да, в Мурманскую область, на Польске, ты перестаешь удивляться, потому что на каждом шагу то сопка, то озеро, то красивое болото, то какие-то равнинные виды открываются. И я думаю, все равно рыбачий нас удивит. Но посмотрим на нашу реакцию. Мне интересно посмотреть на реакцию парней. Потому что мы-то с Димоном здесь один раз были, а Колян с Лаваном не были ни разу. Въехали на полуостров. Рыбачий он или еще не рыбачий. В общем, первая достопримечательность, возникшая на нашем пути. Бурная речушка. Очень красивая. Традиционно с очень чистой водой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Вот, кстати, к разговору о том, что Таул ломает пальцы. Вот стоит спустить колеса, и этот эффект минимизируется. В принципе, я далеко не самый крупный и сильный, но мне не заставляет труда достаточно комфортно ехать и не думать об этом. Кстати, вот когда мы спускались на перевале геологов, весь день мы были на спущенных колесах, а потом, чтобы сэкономить время, я начал накачиваться уже на спуске. И вот последние пять минут с накачанными передними колесами я едва мог удержать руль, и я устал больше, чем за весь день до этого. То есть основной момент спускать колеса даже там, где просто это нужно, чтобы ехать мягче. Колесо работает совсем по-другому и меньше передается вибраций на руль. Перегревается, надо датчику верить, это дело такое. Оказалось, что он начал троить и перестал тянуть в гору. Нормально газонадоем, более-менее под два. Чем выше оборота, тем это холоднее едет. Ну, смотрим. Короче, один или несколько, скорее всего, несколько, может, два, даже три цилиндра не работают. С чем это связано, непонятно. Сейчас по очереди меняем свечи, на всякий случай. Эта свечка хорошая. Что это у нас в своей жизни живет? Давайте видим, воздух уходит из системы охлаждения. Из кого? Это Вова у нас главный специалист. По выходу воздуха? Да. Ну, прошло 40 минут, мы поели с супчика, и с машины у нас ничего не поменялось. Абсолютно бензонасос работает, проверили. Карбюратор пшикает. Уровень в поплавковой камере есть. Свечи чистенькие, но мы пять из них, которые смогли открутить, заменили на всякий пожарный. Крышка трамблера тоже нормальная. Фильтр карбюратора чистенький, там мелкая сеточка, и она чистенькая. Либо у нас что-то с карбюратором, либо что-то глобальное с мотором. Сейчас попробуем покататься на понижайке, туда-сюда. И такое впечатление, что машина сама потихонечку себя излечивает. Но перешим на карбюратор, который сам сейчас просирается, а больше у нас нет вариантов. Что из негативного было замечено на спусках, на передаче, когда машина тормозит двигателем, на крутых спусках. Сизый дым идет за машиной. Именно сизый, не белый, именно сизый. Что это? Вот сейчас на планешной ног с проблемами, но стало намного лучше. Уже как-то едет. Расскажи, как тебе здесь на Peugeot едет? Никаких проблем вообще не испытываю по дороге. Вы быстро едете, кстати. Мы довольно быстро едем, но... Ну что, ямы только вот эти вот... Сухо, вообще никаких проблем. Огонь. Тачка огонь вообще, если честно. Такой большой автомобиль. Ну да. Едет по бездорожью. Народ на квадроциклах встретился, он смотрит такой... Скажите, как он вообще едет? Мы думали, Зил по шоссе проедет. По шоссе проедет и дальше в своей стихии. В итоге парни нас подпирают. Да, удивительно. Я думаю, мы ждать будем сейчас. Какой здесь видок? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, мы таким образом добрались до места, где Пежо уже не может следовать за 157, и в принципе и Нила, как мы видим, не так просто здесь проходит. Я оставил нас конь на передаче, будем надеяться, что все будет нормально. Вечерело. Идиок наш как-то едет, 20 км нам осталось, двигаемся сейчас по плоскому среднему, красота неописуемая, парни где-то сзади совсем близко, они отстают. У нас все шансы сегодня добраться до базы и не проверять пункт на способность в нем ночевать уставших людей, уставших блогеров. Мы его делали на всякий случай, многие из вас задают вопросы, потому что дорога на Зеле в принципе очень утомительная. Я не хочу умирать, понимаете? У нас экстрим дороги, я хочу нормально отдыхать. И снова новый день, и сегодня мы должны достигнуть крайней точки в прямом и переносном смысле нашего путешествия. Наша точка, крайняя материковая точка России, наша цель. И рядом еще будет мыс Кибурский, который славится своими видами, своей смотровой площадкой. Времени, как всегда, в обрез. Ехать будем быстро, ни на что не отвлекаться, потому что в идеале нам надо сегодня... И в идеале нам деваться некуда, потому что у нас уже и нет времени, и нам здесь негде ночевать. Нам надо выезжать с этих полуостровов обратно к цивилизации. О, ни хрена, тут кто-то живет. Как раз. Да. Когда-то он сюда приехал, и тут остался. Да, и он сюда даже накачивать надел. Да. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас Димон будет паниковать Не доехали мы до крайней северной точки Пару виражей угомонили дела Больше не заводится У Димона паника Вова сейчас услышал эти новости Он не заводит реально Ты его притопил? Да Стричаныш мотор сухой Может перегазовал, он опять обиделся Там совсем канал забили А может и нет Что у нас это? Дил воду не любит, да? Категорически Сейчас дважды Первый раз я поспелее заехал Вот этот раз уже захлоп Не завести Там 10 минут стоял Второй раз уже вообще по чуть-чуть Опять та же самая история Ну вот Мы знаем его слабые стороны Вместо силы Проезжаем место силы Алды помнят меня поющего на камне Это было ровно здесь Ровно неизвестно сколько лет назад Лет шесть, наверное, семь Игорь что-то размышевал Ой, блядь, нехороший Люди, говорю, в Кунге жалуются На слишком высокую скорость Ну, короче У нас сегодня просто задачи Очень сжатые по времени сроки Но мы самые знаковые вещи постараемся показать Сейчас направляемся на мыс Кикурский Который считается на этом полуостре Самым животистым местом Так, одеваю теплую куртку Мы добрались на мыс Кикурский Надо обследовать территорию Пойдем Мне нравится размомоком и такими слоями Сейчас, ребята, я буду проходить между скал Вот реально локации к Игре Престолов Если бы подобная локация была где-нибудь В Ленинградской области Даже в Карелии Это было бы просто бомба Но на фоне того, что ты видишь здесь Каждые 15 минут Все воспринимается как-то Ну вот на второй, на третий день Уже довольно-таки путнично Даже в отдыхе надо небольшие паузы брать Новая достопримечательность на подъезде Мы уже к мысу немецкому Мы встретили второй корабль Вот это картина, которую я вам пытался показать Траулер Ну, это все баркасы Вот сети Смотрите, здесь вот колорепы всякие Сети через гор, сюда вот трюм рыбу грузили В-8 Со скинутой клапанной крышкой Я смотрю Что ты жрешь? Что на этот раз? На этот раз я слышу, что это мороженое Да? Да Потому что он отъяснился Потом со смором В чем интересно, что ДОС сложен из камней Видимо, из того, что было Из того, что было, да, весь ДОС усеян Вот этими постройками Да, вот здесь те же самые станины стоят Такие же, как у нас Судя вот по вот этим направляющим И обзор непосредственно береговую линию Это все Кразовская Кразовские колеса Рама Кразовская И ЯМЗ-238 Такой же, как на Урале стоял В-8 В отличном состоянии, судя по-другому По виду его забирай Нет, бери и оставляй 157-й здесь И все очень органично Так вон там сколько этих С-131-ых стоят А это, видимо, люди приезжали, что ли С автогеном просто что-то вырезали Нет, я думаю, они специально порезали Чтобы не угнали эту Это газушка, ГАЗ-71 Да Пу-ка, челлендж О! Джинсы только мешают О, там мотор еще целый У нее очень хороший сохран Дворники Неожиданная находка на самом деле Может, когда ты купим для канала Я говорю, кто-то на зеле 5 дней Кто-то за пару часов на вертолете Вообще, какого? Да? Все, приземлились Сейчас погуляют и поет дальше И дальше, да, по делам Кто рулил? Я Всю дорогу, один Да я потрогаю Я там Без гидроча же? Без гидроча Парни, бля, за че? Ну что, друзья Крайняя северная точка Европейской части России Мы это сделали Спасибо тем, кто в нас верил Спасибо тем, кто в нас не верил Это нам помогало Помогало зелку добраться сюда Можно было, конечно Переехать на более северную точку Многие так и делают Во время отлива А прилив наступает достаточно быстро И достаточно много машин здесь потонуло Мы подъехав сюда тоже Я поворинулся Но Димон вовремя меня осадил На самом деле, если приглядеться Но тут больше метра А с учетом нашего сегодняшнего опыта Водного Зилок-то у нас не особо переносит процедуры Без пяти минут северной ледовитой Маяк Там стоит Зил А здесь безрукий блогер Который ничего не умеет делать Ничем не умеет управлять Как он до сюда доехал Непонятно Как Зил не сломался Все должно было произойти в первый день А оно все едет И еще и назад вернется, скорее всего Вот мы и вернулись За второй нашей машиной Которая, на самом деле, могла сегодня Спокойно везде повторить маршрут дела Но мы решили не экстремалить И сейчас задача без потерь Выехать уже с этих островов В очередной раз проблемы с карбюратором на Зиле Как он достал, тесное слово Мало того, что дорога не позволяет ехать быстро Так еще дерганный вот такой стиль езды Из-за этого карбюратора Либо газ в пол, либо мы глохнем В таком темпе мы немножко оторвались от ребят Сейчас будет два препятствия Достаточно серьезных для вот такого плана машины Паркетникам здесь очень тяжело Маленькая присказка от местных В общем, в этом месте Солдаты, срочники на грузовиках Часто вообще улетали вниз в озеро Поэтому чуть раньше Есть пьяный ручей со столиком Где по традиции надо было накатить Как раз таки срочником Чтобы не так страшно было в дороге На полустрова Средний и Рыбач Друзья, и не забывайте скачивать Красаут По ссылкам в описании под этим видео Игруха действительно интересная И таким образом, кроме того, вы поддерживаете наш канал В нелегких и довольно-таки затратных начинаниях Ну что, друзья, тем же составом, что и въезжали Мы выезжаем с рыбачьего, среднего Со всей этой истории Конечно, всем советую Ехать туда один раз И осмотреть все сразу Потому что кататься много раз по этой грунтовке Но желания не возникает Особенно после зела Мозоли, как после турника Кто занимался турником, знает Небольшие И все Пальцы не сломаны Все на месте А достаточно было спустить колеса, оказывается И руль-то, собственно, никуда не выбивает Я еду достаточно расслабленно, хочу вам сказать По поводу Peugeot Что могу сказать? Машина без урона для себя Проехала, да, проехала обратно И можно было даже на эти крайние точки Аккуратно съездить Для тех, кто собирается, например, на паркетнике Вот в это место Главная проблема – броды Их можно объезжать Достаточно потратить немного времени Найти объездку И, в общем-то, все то же самое, что посмотрели мы Сможете посмотреть и вы Наша серия на этом заканчивается Мы сегодня отдыхаем Едем в сторону Мурманска Дальше возвращаемся в сторону Питер Но через Мишу Яковлева У нас должна бы случиться еще совместная поездка на двух зелах Так что оставайтесь с нами И всем спасибо за просмотр Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!